Продолжение следует... Два из них, это критерия, это наиболее важное. Это объективный эффект, который все хорошо знают, и общая выживаемость. Объективный эффект является категорией, которая состоит из четырех частей. Полная и частичная регрессия, стабилизация и прогрессирование процесса. Обычно первые две, это полный эффект и частичная регрессия, объединяются, чтобы охарактеризовать чувствительную категорию больных, а вторые две также объединяются, чтобы определить нечувствительную категорию. Критерии оценки эффекта лечения в онкологии были разработаны в СМИ еще в 1962 году. Извините, в 1982 году стандартизация сделала возможным сравнение полученных результатов в разных медицинских центрах и более реальную оценку различных схем лечения. Критерии ВОЗа или ВОЗ, полная ремиссия, частичная ремиссия, прогрессивание болезни, дала основание для правильного отбора цитостатиков и их дальнейшего изучения. Для ряда препаратов, действие которых на опухоли обусловлено было цитотоксическим действием или эффектом на популяцию злокачественных клеток, в дальнейшем была показана возможность увеличения выживаемости больных при этом лечении. В 2002 году, после нескольких лет дискуссий между исследователями, группами различных контролей и фармацевтическими компаниями, наконец был принят новый метод оценки эффекта RESIST, это Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, это шкала RESIST. Она была пересмотрена в 2009 году, это RESIST 1.1. Вот тут представлены на слайдах эти две и те другие критерии. Чем же отличаются критерии ВОЗ и критерии RESIST? Опухоли по критериям RESIST оцениваются как две категории. Измеряемые категории, которые 20 мм при более стандартном исследовании и 10 мм при использовании спиральной компьютерной томографии, либо неизмеряемые, размерами меньше, указанных выше. Определяет наибольший диаметр пяти очагов поражения до двух в одном органе или до пяти в различных органах, и сумма диаметров до лечения рассматривается как базовый показатель и сравнивается с таковой после лечения. В следующей таблице указано, что компьютерная томография и МРТ в настоящее время становятся наиболее ценными методами для измерения отдельных очагов, которые можно использовать для оценки эффекта лечения опухоли грудной клетки, брюшной полости и таза. В этих случаях, тоже отмечают авторы, УЗИ не должно использоваться для оценки эффекта лечения, но оно может применяться для измерения поверхностных пальпируемых лимфоузлов и образований в щитовидной железе. УЗИ не также может быть полезным для подтверждения полной регрессии поверхностных и подкожных лимфоузлов. Ценность эндоскопии и лапароскопии для объективной оценки размеров опухоли еще полно широко не утверждены. Они обычно используются в крупных центрах и могут подтвердить степень регрессии после получения морфологического исследования. Опухолевые маркеры одни не могут быть использованы для оценки объективного эффекта. Это очень важный момент. Если они до лечения были выше нормы, то их нормализация может быть подтверждена полная ремиссия. Цитология и гистология могут быть использованы для оценки эффекта между частичной ремиссией и полной регрессией, когда имеющие ранее опухолевые узлы исчезают при последующих исследованиях. Таким образом, схема РЕЦИСТ включила в себя возможность оценки эффекта лечения современными методами измерения размеров опухоли, а также числа и размеров метастазов с помощью КТ, МРТ, ПЭТ и ПЭТ-КТ. Теперь разрешите мне остановиться на основной теме заседания, о которой я буду говорить, о теме стабилизации болезни. Вот вернемся к таблице о критериях эффекта. Вот сравнили, посмотрите, как оценивались критерии эффекта стабилизации в критериях ВОЗ и в критериях РЕЦИСТ. Видите, стабилизация или в скобках без изменений, это очень важный момент, это уменьшение менее чем на 50% или увеличение менее чем на 20% при отсутствии новых очагов поражения. Это мы много лет пользовались этими критериями ВОЗ. А вот в критериях РЕЦИСТ стабилизация – это другое совсем понятие. Нет уменьшения достаточно для оценки как частичный эффект или увеличение, которое можно оценить как прогрессирование. Вот здесь и есть разница между этими двумя исследованиями. Стабилизация болезни не имела четкого определения как критерия оценки и не была отнесена ни к частичной ремиссии, ни к прогрессированию болезней. И обычно расценивалась, особенно в критериях ВОЗ, как неудача лечения. В то же время для быстрорастущих опухолей или для тех случаев, когда использование цитостатической терапии не приводит к регрессии опухоли, остановка прогрессирования болезни можно потенциально привести к выигрышу в сроках продления жизни пациентов. При этом важно, какую роль играет незначительное изменение объема опухоли и поражений с точки зрения критерия оценки лечения эффекта. Изменение размеров опухоли расценивается как объективный индикатор достижения эффективности любой противопухолитерапии. Если полное регрестие и частичная ремиссия указывают на уменьшение размера опухоли, а прогрессирование болезни на ее выраженное увеличение или появление новых очагов, то термин стабилизации болезни является относительно более комплексной категорией и может изменяться от незначительного уменьшения до незначительного увеличения размеров опухоли. Это, соответственно, может означать как эффективность проведенного лечения, так и его неэффективность. Таким образом, возможно, что больной со стабилизацией болезни, как пишет в истории болезни, может клинически действительно иметь улучшение, которое не может быть измерено количественно. А таким образом, лечение, которое в большом проценте случаев приводит к стабилизации, может быть активным режимом с выраженным влиянием на выживаемость пациентов. Поэтому стабилизация болезни имеет большое значение с клинической точки зрения, как минимальный эффект для определенных опухолей или для определенных схем лечения и занять свое место для определения различий между ней и частичной ремиссией. Это важно, так как обычно при отсутствии эффекта, когда мы пишем, что у больного нет эффекта, лечение прекращается, в то же время как данный режим лечения с высоким процентом стабилизации болезни и низким процентом объективного улучшения должен быть использован для дальнейшего изучения. При этом должны учитываться стабилизация длительностью, ну, по крайней мере, не менее четырех месяцев. Этот подход к оценке эффективности может быть использован в исследованиях новых типов противоположных препаратов, таких, например, как биологические препараты, ингибиторы ангиогенеза, модификаторы биологических реакций и так далее. В этом случае стабилизация болезни может быть единственным ожидаемым эффектом. Термин стабилизация болезни – это когда проведенное лечение может реально остановить прогрессирование болезни на определенный период времени. Это считается реальным эффектом лечения. Более того, некоторые новые методы, о которых мы только что говорили, могут ждать только остановку прогрессирования болезни скорее, чем уменьшение опухоли. Поэтому вместе с увеличением интереса к ангиогенной терапии становится неудивительным растущий интерес к стабилизации болезни как к клиническому эффекту лечения. В то же время, когда некоторые опухоли подвергаются выраженному уменьшению, например, частично ремиссия, связанному с проведением лечения или исчезновением даже опухоли, проявлением болезни, как полная ремиссия, эти факты относительно легко объяснить. Уменьшение опухоли, исчезновение опухоли и так далее. Гораздо сложнее объяснить термин стабилизации болезни. В более ранних работах, вот в критериях оценки мы уже только что смотрели, этот термин назывался без изменений и часто основывался на очень коротких интервалах времени от 4 до 8-12 недель. Медленный рост ряда опухолей, например, такие как рак толстой кишки, мезотелемоплевры и другие, имеют естественный период относительной стабильности. Термин стабилизации болезни определяется, когда отсутствуют новые проявления опухоли или когда имеются мелкие изменения в размерах опухоли. Но это не означает, что нет никаких изменений. Вот это очень важно. За некоторый период времени продолжается рост, который невозможно определить. Это время тоже может быть названо стабилизацией. В настоящее время, учитывая разный темп роста опухолей при различных болезнях, например, мелкоклеточный рак легкого и тужа, например, мезотелема, в протоколах исследования необходимо обязательно указывать время стабилизации не менее 4 месяцев. Однако в качестве стандарта они должны быть от 4 до 6 месяцев. Эти данные подтвердили, что при некоторых злокачественных опухолях использование такой категории оценки, как стабилизация болезни, может стать критерием оценки выживаемости. Поэтому необходимо дополнительное обсуждение выбора лечебных режимов, которые могут, не влияя на объективную регрессию опухоли, продлить жизнь больных. Вот в следующей таблице было проведено вот такое исследование. Это, видите, большое очень исследование. Стабилизация болезни как предиктор выживаемости после второй линии химиотерапии при мелкоклеточном раке легкого и раке яичников. Видите, мелкоклеточным раком легкого было 426 больных, и рак яичников 392 больные. Больные получали либо тупотекан, либо схему КАФ во второй линии лечения, а при раке яичников либо тупотекан, либо таксол. И вот обратите внимание, частичная ремиссия при мелкоклеточном раке легкого была 8,9 месяца, а при стабилизации болезни медианной выживаемости была несколько больше 9,8 месяца. То же самое при раке яичников. При частичной ремиссии медианной выживаемости была 19,4 месяца, а стабилизация болезни 21,8 месяца. Авторы сделали заключение, что данные подтверждают, что стабилизация болезни наравне с частичной ремиссией является прогностическим фактором выживаемости, и что критерий стабилизации может давать дополнительную выгоду при химиотерапии. Такую же работу была приведена несколько позже Грюнландом, где он ставил вопрос, является ли стабилизация болезни полезным индикатором выживаемости больных при второй линии химиотерапии рака яичников. Больные получали либо тупотекан, либо таксол с кровоплотином. Это 467 больных. И вот смотрите, частичная ремиссия была у 14 больных, стабилизация у 41% больных. Авторы отметили, что выживаемость при частичной ремиссии и стабилизации практически была одинаковой. Объективно полученные улучшения или частичной ремиссии или прогрешения болезни расцениваются как... Извините. В следующем исследовании, которое проведено было японскими исследователями, тоже авторы поставили перед собой задачу «Частичные эффекты стабилизации болезни приводят к одинаковой выживаемости у больных, распространенным немелкоклечным раком легкого». Ну вот, посмотрите, и по числу частичных ремиссий и стабилизаций у мужчин и у женщин, при третьей B стадии, при четвертой стадии болезни, при ЭКОГ-0 и при ЭКОГ-1, при потере веса стабилизация болезни и частичная ремиссия была примерно у одинакового процента больных. Но, кроме того, авторы сделали еще исследование. Они выделили больных, которые получали частичную ремиссию, и больных, которые получали стабилизацию болезни. Видите, таких больных было 117 и 37. И медиана выживаемости без прогрессирования у больных со стабилизацией была 7,3 месяца, у больных частичной ремиссии 8,3, оказалась статически недостоверная разница. И в то же время медиана общей выживаемости была 11,6 месяца и 13,1 месяца. Тоже разницы практически статистически никакой не было. Тактика лечения после достижения стабилизации болезни целиком зависит от локализации и морфологии исследования первичного очага, первичной опухоли. Так, например, возьмите мелкоклеточный рак легкого. Мелкоклеточный рак легкого еще, ну буквально, может быть, лет 15-20 назад считалось, что у таких больных нужно обязательно проводить послеоперационную химиотерапию. И эти работы были проведены в большом исследовании. Оказалось, что послеоперационная химиотерапия у больных не показана. В то же время поддерживающая химиотерапию у больных с не мелкоклеточным раком легкого было показано в большом исследовании роль поддерживающей терапии у больных с распространенным не мелкоклеточным раком легкого. Очень интересно, что мы все знаем хорошо, что стандартом современного лечения больных не мелкоклеточным раком легкого является проведение 3-4, максимум 6 курсов лечения, и после этого больные должны наблюдаться. Проведение дальнейших схем лечения считается, что уже приводит только к токсичности и не увеличивает выживаемость больных. Однако больные сами и родственники часто боятся того, что если они не будут лечиться, у больного может появиться прогрессивание болезни. И поэтому проведено было большое исследование, где у больных продолжалось лечение, проводилась так называемая поддерживающая химиотерапия. И перед больными, вот, кстати, вчера и позавчера была такая дискуссия по поводу поддерживающей химиотерапии. И авторы говорили о том, что всем больным нужно проводить поддерживающую химиотерапию при немелкоклеточном раке легкого. Но все-таки это не совсем так. Больным нужно поставить перед ними вопрос, как они хотят. Больные и родственникам. Либо просто наблюдаться какое-то время до появления рецидива после болезни и прогрессирования, или же сразу проводить так называемую поддерживающую терапию. И этот выбор обязательно нужно представить, потому что сейчас нет еще стандарта таков, что всем больным нужно проводить обязательно поддерживающую химиотерапию. И вот здесь показаны, видите, исследования, которые проводились с Алимтой, торцевой, токсотером, где было показано, что у тех больных, которые получали поддерживающую химиотерапию, увеличивается время допрогрессирования с 2-6 месяцев до 4 месяцев статистико-доверной. Общая выживаемость с 10 месяцев до 15 месяцев. А именно у больных с аденокарциновой, которые получали Алимту по сравнению с плацебо. То же самое было доказано при лечении торцевой, увеличении выживаемости прогрессирования и общей выживаемости у больных, которые получали торцеву по сравнению с плацебо. Кстати, очень важный момент тоже в критериях оценки, тоже, который обсуждался в эти дни при обсуждении немелокречного Роколёкова. Выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Какие между ними имеются связи? Всё-таки сейчас во всех работах, всё-таки во всех обзорах есть такое положение, что если у больного имеется только увеличение общей выживаемости без прогрессирования, но не увеличивается общая выживаемость, то всё-таки это недостаточно для того, чтобы предложить такую схему для лечения больного. Основной нашей целью является увеличение общей выживаемости. Лечение время без рецидивного периода – это важный момент, но это не основной момент для лечения таких больных. Что такое истинная стабилизация болезни? Вот я попробовал сложить все данные, которые существуют, чтобы сказать, что такое истинная стабилизация болезни. Это длительное замедление дальнейшего роста опухоли и метастазов. Это длительность времени до прогрессирования менее 4 месяцев. Это контроль первичной опухоли и метастазов. Это уменьшение или исчезновение симптомов. Это улучшение общего состояния, качества жизни и возможность увеличения длительности жизни. Хотя многие клиницисты учитывают потенциальное значение стабилизации при различных стуалитных опухолях, сама стабилизация часто не учитывается как терапевтический эффект именно при клинических испытаниях, при проведении научных исследований. Причина этого лежит в трудностях оценки стабилизации болезни именно при клинических исследованиях. Определение стабилизации очень дальше проблематично. В современных критериях МЕРИЦИСТ определение стабилизации – это и отсутствие, как мы уже говорили, частичной ремиссии и прогрессирования. Категории стабилизации в клинических исследованиях представляют собой широкий спектр, когда трудно оценить потенциальное улучшение, а с другой стороны, трудности оценки стабилизации лежат в сложности современных методов обследования, которые не могут уловить мельчайшие изменения в опухоли, часто на клеточном уровне, когда нет возможности отличить живые клетки от и просто некротические. Результатом цитоксической и молекулярно-таргетной терапии, которые стали широко применяться при лечении рака легкого и других солидных опухолей, чаще всего является именно стабилизация болезни, чем регрессия опухоли. Это, в свою очередь, дает значительную пользу больному. Однако в контексте клинических исследований стабилизация нечетко определена, трудна для измерения и представляет собой гетерогенную популяцию. Включение в клинические испытания таких конечных точек, как улучшение симптомов, увеличение биологической активности, может помочь идентифицировать больных, которые достигли клинической соответствующей стабилизации. Ингибиторы ИГФР, ИРС и Торцева продемонстрировали достижение частичной ремиссии и стабилизации болезни у больных с распространенным не мелоклещенным раком легкого больше по эффективности, чем химиотерапия. С ростом интереса к антиагенальной терапии значительно увеличивается интерес к стабилизации болезни как фактору увеличения длительности жизни. Вот в следующей таблице... Извините. Ну ладно. Вы знаете хорошо, что при применении Торцевы при аденокарциномии легкого было отмечено значительное увеличение. Например, Торцевых больных, которые получали, исследование большое было, когда больные получали Торцевы ежедневно по 150 мг до прогрессивной болезни, и медианная выживаемость у них была 13,1 месяца, а при стабилизации 14 месяцев. Медианная выживаемость была при частичной ремиссии 24 месяца, а при стабилизации 24,9 месяца. Таким образом, разрешите мне сделать заключение. Схема оценки резист остается надежной нормой, позволяющей оценивать эффективность химиотерапии у больных со злокачественными опухолями. В дальнейшем при внедрении в оценку эффекта лечения таких методов, как ПЭТ, ПЭТ-КТ, опухолевых маркеров и так далее, критерии ЦИСТ станут еще более значимыми для оценки эффективности лечения и для объективного улучшения, так и для стабилизации болезни. Большинство прогрессивных факторов мало оказывают влияние на выживаемость и продолжительность жизни химиотерапии, и оценки эффектов определяются после длительного лечения, поэтому стабилизация болезни обычно выпадает из оценки эффективности терапии, а затем объединяется либо с успехом, либо с неудачей лечения. Сама стабилизация болезни с сохранением качества жизни онкологических больных является важной целью новых методов исследования, новых методов лечения. Конечно, задачей лечебных программ должно быть значительное увеличение длительности жизни без ухудшения общества состояния. Такое лечение должно быть активным, хорошо переносимым, без выраженной токсичности и удобным для амбулаторного лечения. Дальше, новейшие статистические клинические исследования подтверждают, что такая терапия хорошо переносится больными с выраженным палеотивным улучшением без объективного правдаэффекта, но с длительной стабилизацией болезни, превращая данные заболевания в хроническую болезнь и тем самым значительно продлевая жизнь больных. Таким образом, больной со стабилизацией болезни может клинически действительно иметь улучшение, которое не может быть измерено количественно. А лечение в большом проценте случаев приводит к стабилизации болезни, может стать активным режимом с выраженным влиянием на выживаемость больных. Поэтому стабилизация болезни может иметь большое значение с клинической точки зрения как минимальный эффект для определенных опухолей или для определенных схем лечения и занять свое место для определения различий между ней и частичной ремиссией. И, наконец, обычно при отсутствии эффекта лечение прекращается. Это тоже очень важный момент. Как только мы видим, что у больного эффекта никакого нет, обычно лечение мы чаще всего прекращаем. В то время как режим лечения с высоким процентом стабилизации и низким процентом объективного улучшения должен быть использован для дальнейшего изучения. При этом должны учитываться стабилизация болезни в длительности не менее 4-6 месяцев. Этот подход к оценке эффективности может быть использован в исследованиях типов, таких новых типов протехов, как, например, биологические препараты, ингибиторы терозинкиназы, рецепторы факторов роста, ангиогенеза, модификаторы биологических реакций и так далее. В этих случаях стабилизация болезни может быть единственным ожидаемым эффектом. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok